Более 80 миллионов рублей Минсельхоз Ингушетии выделит на улучшение жилищных условий и на оказание грантовой помощи фермерам. Об этом доложил сегодня главе Ингушетии и руководитель ведомства Мухаммад Гагиев. Кроме того, 45 миллионов рублей будет направлено на оказание грантовой поддержки производителям сельхозтоваров. Создана рабочая группа, которая 17 апреля начала принимать документы у начинающих, а также семейных фермеров. Затем их передадут в межведомственную комиссию, которая по итогам проверки будет принимать решение, кому и в какой сумме назначить денежные гранты. Глава региона обратил внимание министра на то, что все, кто получит гранты, обязаны знать, что деньги должны расходоваться только по назначению. Также в ходе встречи обсудили ситуацию, возникшую в Гупино-Сыркорска. Там директор предприятия подвергся нападению неизвестных лиц. Напомним, собственником имущества предприятия является республика. «Оказание грантовой поддержки сельхозпроизводителям, начинающим фермерам, 25 миллионов, а из семейных животных сфермерам 20 миллионов 500 тысяч. На настоящее время объявляем прием документов для конкурсного отбора. Прием документов будет отчисляться до 28 текущего года, и по окончании результаты будут доложены. И оказание несвязанной поддержки в области растения в области. 12 миллионов 400 тысяч рублей мы выделили, уже господдержки оказались». «Случай с директором Гупино-Сыркортом. Во-первых, в чем причина там была? Вы разобрались там все эти ситуации? Земля чья? Гуповская?» «Да, Гуповская земля. Он сразу мне позвонил, я сразу выехал, милицию сообщил, позвонил в милицию ГУВД, выехал оперативное место, и я ему сказал, чтобы он ушел оттуда, когда он сказал, они поехали еще дополнительной помощью, за помощью. И я сам выехал, там на месте был. Он на рабочем месте находился, директор. Они подошли, здесь. Лица стороны отвели вот этот конфликт, они его физическую силу, отношения его применили, а дальше он не помнили». «Там написали заявление в МВД, в факультуре возбуждено уголовное дело против тех, кто нападал. Директор ГУВД защищает имущество ГУВД, они свой шкурный интерес, находятся на рабочем месте. К тому люди приходят с претензиями, с какими-то документами. И с его стороны должно быть это все, и с вашей стороны. Понятно? И второе, сегодня с ним его ищите, с родственниками, через родственник, ищите, чтобы он уже явку с повинной, с оружием, со всеми делами пришел и дал показания. Чтобы это все в рамках закона. И таких директоров, которые там имущество государства защищают, их надо защищать тоже перед законом. Ведь каждый второй там с вилами, с ножами, с оружием лезет, там кусок земли хочет оттяпать. Ситуацию в Далаково видели, сколько народ там вытаскивает. То есть, когда незаконно вещи делают и деньги зарабатывают, то никого не видят, сами себе. А как там власть начинает наводить порядок, тут же начинают родственников все силы на уши поднимать. Спахали в Далаково землю? Все сделаем. Очень жестко там, смотрите, очень жестко следить. Там все под контролем. Да, и через суд отсуживайте землю. Я руководителя ГУПа я снял там, сейчас ищу кандидат хорошего. Ну, я тот руководитель ГУПа, вот вам пример, Носарковский ГУП и Далаковский ГУП. То есть, директор ГУПа не хочет за своими землями следить и у него вась-вась там со своими там родственниками, друзьями, товарищами. Вчера ко мне там коллективное письмо писали работники ГУПа. Вот там по-постерению назначить человека, кто там будет работать. Ну, я хозяйству ковещу, чтобы... Да, по-постерению назначить. А так, туда отправьте своего заместителя, кто будет сейчас протестов, на руки там возьмёт. Понятно?